Какой-то вот хороший здесь душевный настрой, в автоцентре фаворит. Здесь люди хотят работать. Я просто внимание обращаю ваше. И вы приедете сюда и увидите, что здесь нет коматозных менеджеров. Даже продавцы здесь какие-то такие веселые. Потому что, ну, дело идет. Но, конечно, всем бы хотелось еще и видеть полноценный сервис. Кстати, он здесь полноценный. Сегодня, сейчас здесь работает специалист-диагност. А теперь будет очень весело. Мы устроим небольшой, так скажем, экзамен. Потому как редкому человеку я лично отдам свой автомобиль. В основном сейчас все люблю делать сам. Так что же такое диагностика автомобиля? Человек, который приходит в первый раз и пробует себя в автодиагностике, допускает очень много ошибок. И человеку дадутся неправильные показания, что ему надо покупать. Допустим, говорит ошибка одна, вторая, третья. И он не может определить, какая из них правильная, какая неправильная ошибка. Из десятка ошибок всего две могут быть правильные. Остальные побочные ошибки. Надо из этих десяти ошибок выбрать правильную. Я, если честно, люблю старые автомобили, которые делались из железа. И для меня сейчас ржавчина на машине, это просто украшение. То есть можно почистить, заварить, зашпаклевать. И дальше машина железная будет эксплуатироваться. Что будет делать ваша пластмассовая машина? Я не знаю. Один удар и все. Другой вариант, как диагностируются машины из железа, это сложно. Потому что у каждого автомобиля в то время, до 1998 года, был собственный разъем диагностический. Сейчас все просто. Есть OBD-разъем и через него читаются все машины. С 95-го года. OBD-2. То есть все, что имеет OBD-2, вы читаете? Да. OBD-2, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЗАЗ и иномарки. Имеет которые OBD-2 протоколы. Главное, посмотреть в глаза. В глаза человека, который подходит к вашему автомобилю. Если человек не горит, если он делает так, что... Да, или типа я вот такой очень сильно крутой, то мой совет, развернуться, уехать. Вот найти такого парня, который и признает свои ошибки, ну, если что-то не понимает, но и делает. Вот приехал человек с автодиагностикой, сказал, поменяйте мне ДМРВ. Я залез своей диагностикой в бортовой компьютер. Показал, что ДМРВ абсолютно исправна. А что было? Элементарно, надо было промыть инжекторы и поменять свечи. Автомобиль работает в очень тяжелых жизненных условиях. Это и вибрация, и пыль, и влага. Естественно, разъемы рано или поздно закисают, окисляются и теряют свой контакт. Кое-кто делает просто. Берет, рвет шнурки и потом на скрутках. В результате контакт там же потеряется. То есть должен ли автослесарь, в смысле автодиагност, уметь пользоваться паяльником? Ну, а слово паяльник, вортофосфорная, паяльная кислота, термоусадка вам известна? Конечно. Каждый раз, создавая новые сюжеты, я стараюсь, чтобы материал был более чем интересен. Поэтому у нас сегодня вот такой вот диалог. То есть я, сконцентрировав все ваше внимание, задаю интересующие вас вопросы. Ну, чтобы вы поняли, кто такой автодиагност. Вы это поняли? На рынке представлено огромное количество свечей. И это часто так случается, что машина-то и не едет. Ну, надо покупать в магазинах, в сертифицированных магазинах именно свечи. Не обязательно это, иридиевые свечи должны быть. Да. Достаточно обыкновенных свечек. Ну, сколько я свечей ставил обычных, они идут нормально. Да, невозможно объять необъятное. Да, у меня есть еще пара диагностов, которые, ну, скажем так, уровнем повыше. Это честно. Вот только тот человек, которому я доверил Mercedes, который не спеша его разобрал, нашел неисправность, отремонтировал. Он занимается преподаванием этого добыльственного дебила и не каждую машину сможет обслужить. Но, как говорится, нету людей незаменимых. И вот сегодня, сейчас, здесь в автоцентре фаворит, такой человек появился. Как сюда приехать? Ну, это выезд в сторону озера Соленое, Шурави, автоцентр Керп. В общем, мимо этого места проехать сложно. Если вы хоть раз ранее ездили на Соленое купаться в такое еще тогда доступное озеро,